МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Центробанка подсчитали, сколько на Урале нелегальных пунктов выдачи займов. Озвучим цифры. Цирк какой-то. Полицейские устроили погоню за сбежавшим из вольера верблюдом. Покажем, как это было. Горе-мать готовится к суду за продажу невинности дочери. Женщина может попасть в колонию. Какой срок ей грозит, выясним. И начну с Челябинца, который надругался над школьницей и сотрудницей библиотеки обеих жертв. Он, по версии следствия, убил. Задержали мужчину спустя 15 лет в Бурятии. Именно там он и совершал преступление. Вот что он сам рассказал полицейским. За что задерживались сотрудниками полиции? От совершения убийства. Еще раз. От совершения убийства. По версии следствия, первой жертвой мужчина стала 12-летняя девочка. В сентябре 2000 года ее искали полицейские, волонтеры и родственники. Тело обнаружили на окраине города. Подозреваемый рассказал, как совершил преступление. Школьница возвращалась домой после уроков в районе местного пляжа. Обманом обвиняемый заманил ее в кусты. Там надругался. А после задушил и нанес два удара ножом. После город потрясло еще одно преступление. Опять же, по версии следствия, мужчина решил подвезти 21-летнюю работницу библиотеки. Она голосовала на дороге. Когда они выехали на трассу, преступник свернул в лес. И там совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Затем нанес несколько ударов ножом и посадил в салон авто. На полном ходу он вытолкнул еще живую девушку. Она скончалась от повреждений головы. Сумку он выкинул по пути. Ее-то и нашли оперативники. Она пролежала на месте более 15 лет. И вот подозреваемого удалось задержать. Вину свою он признал. Сейчас мужчина находится под стражей. Выясняется, причастен ли он к подобным преступлениям. На этой неделе завершилось расследование дела Челябинки, которая пыталась продать невинность своей дочери. К слову, девочка несовершеннолетняя. Сделка с потенциальным покупателем должна была состояться в ресторане в Москве. Но в итоге женщину с подругой задержали. Поддельница уже отправилась в колонию, а горе-мать ждет суда. Это блондинка-мать 13-летней девочки. Это ее подруга-поддельница. По версии следствия, женщины привезли ребенка в Москву в начале января. Хотели продать невинность за полтора миллиона рублей. Сделка должна была состояться в одном из ресторанов. Но под видом покупателя пришел оперативник и задержал женщину с повечным. Челябинок отправили по стражу. Дело матери ребенка выделено в отдельное производство. Приговор уже выслушала поддельница. Ее отправили в колонию на 3,5 года. Заседание по делу горе матери скоро начнутся, так как дело уже передали в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. А сейчас приведу несколько цифр. На этой неделе сотрудники Центробанка подсчитали, сколько на Урале черных кредиторов. Речь идет о нелегальных пунктах выдачи займов. И вот сколько их насчитали. Итак, в Челябинской области таких пунктов 25. В Свердловской чуть больше 39. В Тюменской 19. Меньше всего черных кредиторов в Курганской области. Там нашли только два таких пункта. Информацию передали в полицию. Сейчас стражи порядка блокируют сайты с финансовыми пирамидами, когда людям обещали сверхвысокие доходы, а на деле орудовали мошенники. Таких сайтов свыше 20. 14-летний подросток скончался, упав с трактора. Происшествие случилось в Сосновском районе, в поселке Полевой. Школьник с братьями катался на тракторе, но в какой-то момент споткнулся и ударился о металлическую конструкцию. Трагедию в Полевом обсуждают все жители. Поселок небольшой, находится он в Сосновском районе. Упал с трактором, вот такое по деревне говорят. Сама я не видела. Слышала, что мальчишка погиб, а что-то связано с трактором. Как он упал там, или как он прицепился к нему, или что-то. Трагедия произошла в семье Чуркиных. 14-летний подросток с друзьями собирал металл с помощью трактора. Раскапывал землю, поднимал железо. Таким образом пытался заработать денег. Но что-то пошло не так. Школьник упал и ударился виском о ковш. Пару что буквально? Вы издеваетесь, что ли? Нет, я не издеваюсь. Я не буду с вами рассказывать. Известно, что у матери остались еще пятеро детей. Живут они бедно, но в учете, как неблагополучные, не состоят. У нее столько детей. Муж бросил. Что я могу сказать? Тяжело ей. А так, как мать она, она чистоплотная. Кушать всегда варит. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Водитель КамАЗа умер под колесами большегруза. Мужчина приехал в жилой двор, чтобы очистить его от веток. Погрузил мусор и собирался продолжить путь. Но многотоник сломался. Южноуральец лег под авто. И в этот момент машина тронулась. Вероника Тарынина стала очевидцем трагедии. Мы проезжали со стороны города, в сторону машзавода, и увидели, что стоит мужчина. И обратило внимание, что мужчина один лежит на асфальте животом, на животе. Очевидцы также рассказывают, что на месте, где погибший поставил авто небольшая горка, предварительно мужчина не поставил многотоник на ручник, и машина покатилась. На место прибыли полицейские и медики, но спасти мужчину было невозможно. Челябинец погиб после падения с восьмого этажа. Мужчина с ножом и телефоном в руках простоял на карнизе около шести часов. На место прибыли сотрудники всех экстренных служб. Южноуральцы пытались отговорить, но он сорвался с карниза и скончался в реанимации. Происшествие произошло в доме по братьев Кошириных. Мужчина вышел на балкон с ножом и телефоном в руках. Очевидцы рассказывают, что он с кем-то постоянно созванивался. На место прибыли спасатели, медики, полицейские. Мужчину попросили вернуться в квартиру, но он сорвался с карнизы и упал на асфальт. Челябинца доставили в реанимацию. Там от полученных травм он скончался. По данным одного из интернет-изданий, мужчина работал в военной прокуратуре, но его уволили. Там же сообщается, что Южноуральец поссорился с девушкой. Переходим к новостям дорожным. Беременную женщину с мамой сбили в центре Челябинска и госпитализировали. Тем временем в Златоустине разъехались две легковушки. Обо всем по порядку. Константин Гришенков расскажет. Эти снимки сделаны в центре Челябинска. Здесь автоледи сбила двух женщин. Одна из пострадавших находится в положении. Срок 31 неделя. ДТП произошло на пересечении улиц Худякова и энтузиастов. По данным нашего источника, женщины переходили дорогу на зеленый. Иномарка совершала поворот также на разрешающий сигнал. Водитель не уступил дорогу пешеходам. Пострадавших госпитализировали. Это видео снято на перекрестке Горького и Первой Пятилетки. Здесь в объектив камер мобильных попал необычный регулировщик. Мужчина показывает, куда стоит ехать автомобилистам. В комментариях интернет-пользователи предположили, что мужчина может быть под действием запрещенных веществ или алкоголя. После очевидцы сообщают, что видели южноуральца спящим в клумбе. Магнитогорск. 23-летняя девушка за рулем легковушки сбила мужчину, который переходил дорогу недалеко от дома по проспекту Карла Маркса. Очевидцы сообщают, от полученных травм пешеход скончался на месте. В причинах происшествия разбираются автоинспекторы. Златоуст. Здесь дорогу не поделили две легковушки. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. А это видео из Тульской области. Здесь полицейские устроили погоню за верблюдом. Известно, что Горбатый работает в передвижном цирке. Возможно, он выпал из фургона и от испуга побежал. Сейчас животное вернули в цирк. Его здоровью ничего не угрожает. А вот беглец успел наделать немало шума на трассе. По предварительным данным, животное спровоцировало аварию с участием инкассаторского авто и двух легковушек. Пострадавших нет. Эти снимки сделаны на проспекте Победы. Водитель на легковушке не справился с управлением. Иномарка совершила несколько кувырков в воздухе. И приземлилась на рейсы на пересечении с Косарева. Очевидцы рассказывают, что автолюбитель превысил скорость. Водителя госпитализировали. Это авария на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев. Здесь столкнулись две легковушки. Одна из них перевернулась на крышу. В момент столкновения попал на кадры камер наблюдения. Пострадали водитель и пассажир. На месте работали медики. ДТП на труда в районе зоопарка. Здесь в утреннее время сбили велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист решил проскочить поперек через все полосы. Эта информация сейчас уточняется. Авария на Меридиане в районе порта Артура. Легковушка остановилась на светофоре. В итоге удар. Почему водитель вовремя не затормозил, сейчас выясняется. Теплотех. Здесь фура протаранила легковушку. На фото видно, что удар пришелся в дверь водителя. По данным Екатерины Симоновой, которая утверждает, что в этот момент была с семьей в машине, многотонник их зацепил и протащил. Это эксклюзивное видео прислали к нам в редакцию из Златоуста. На кадре регистратора попал момент столкновения легковушки и грузовика. Вот иномарка идет на обгон и выезжает на встречную полосу. После возвращается в свой ряд, но, видимо, не рассчитывает скорости и влетает в другое авто. По предварительным данным, жертв нет. В центре Челябинска без фар оставили Porsche Cayenne. Авто было припарковано на пересечении Цвилинга с Евтеева. Владелец машины вызвал полицейских. Они ищут воришек. А я напомню, подобный инцидент тоже с участием элитной иномарки произошел на прошлой неделе на Тополиной аллее. Там также с Porsche Cayenne сняли фару. Автолюбитель также обратился к стражам порядка. Это видео сделано в Челябинске. На кадры попал таксист, который решил втиснуться в ряд справа, но не рассчитал в итоге столкновения. Константин Гришенков, ОТВ. Нужна любая помощь. Мать с пятью детьми осталась на улице после пожара. Ее дом выгорел дотла. Благо, жертв удалось избежать. И теперь семье приходится ютиться у знакомых. Неравнодушно обилие сбор средств для погорельцев. Нужны деньги, вещи и продукты. Как помочь, расскажет наш корреспондент. Было страшно. Шифер стрелял, летел. Что тут было? До неба было пламя, зарево. Было страшно. Марина Велиева с обгорелыми руками сидит на пепелище. Это все, что осталось от ее дома в поселке Потанино. Многодетная мать рассказывает, услышала крик дочери. После увидела пламя. Горел гараж. Дети в окна вышли все. Здесь невозможно было. Здесь все полыхало. Я дверь открыла, на меня пламя, а я обратно. После начала выгонять на пастбище скотину. У Марины Валиевой свыше сотни коз, баранов и коров. В это время дети смогли самостоятельно выбраться на улицу через окно. Вышел во двор, смотрю, весь гараж уже пылает. Закрыл двери, забежал обратно и выбрался через окно. На место прибыли огнеборцы. Справлялись с пламенем около 20 человек и 5 спецмашин. Этот район поселка считается безводным, но проблем с тушением у огнеборцев не было. Но, несмотря на это, дом отстоять не удалось. Была угроза соседнего дома, поэтому ствол первой помощи, так мы это называем, они подали как раз на защиту соседнего дома. Так как горящий дом уже спасти в принципе нельзя было. Он уже был объят полностью огнем. Значит, на момент прибытия люди, которые находились в этой квартире, в этом доме, уже эвакуировались. В итоге сгорело все. Дом, вещи, продукты. Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования. У Марины Велиевой пятеро детей. Это девочки 10-16 лет и мальчики 10-13 и 17 лет. И теперь семья осталась без крыши над головой, пока им нашли временное жилье. Мы постарались за этот вчерашний день разместить в поселке объявление о помощи Марине. Открыла она расчетный счет в Сбербанке для оказания материальной помощи. Она поселилась в данный момент напротив, как бы он не брошенный дом, но дом туда поселилась, потому что есть скотину, надо встречать и принимать. В общем, она пока выживает там. Принести одежду или продукты можно по адресу поселка Потанино, улица Рахманинова, дом 6 или в школу номер 24. В ближайшее время в магазинах установят урны для сбора пожертвований. Я обращаюсь к жителям города с просьбой о помощи материальной, ну и с вещами. Ну, кто чем может, может поможет. Павел Зорин, Илона Иксанова, Светлана Степанова, ОТВ На этой неделе полицейские совместно с чиновниками МЧС отправились в рейд по водоемам Челябинска. Внимание, их привлекли места купания, которые попали в черный список. Таких точек на карте города свыше 30. Жителям вновь напомнили об элементарных правилах безопасности и раздали памятки. Одно из мест проверки – изумрудный карьер. Он находится на границе Советского и Центрального районов и пользуется большой популярностью у местных жителей, несмотря на то, что купаться здесь запрещено. Большой упор мы уделяем в первую очередь на карьеры, потому что здесь действительно опасно купаться. Камни, скалы, дно опасные. Признаки оборудованного пляжа – это, во-первых, должен быть установлен пост матросов-спасателей, то есть его видно, то есть дежурство матросов-спасателей, видно администрацию пляжа. Установлены аншлаги, предупреждающие, как правильно себя вести на водоеме. Висит желтый флаг, который разрешает купаться. То есть, да, это требование такое. Если запрещено купаться в связи с погодными условиями, либо какими-то еще условиями, значит, вывешивается черный шар. Если допускается купание, то желтый флаг. Я отмечу, что в Челябинске официально разрешено купаться только на пяти пляжах. Два из них на Шершнях, еще два на Смолино и один на Первом озере. С начала года на водоемах региона погибло 25 человек. Накануне в МИАСе утонули двое мужчин. Они купались в запрещенных местах. Тела южноуральцев передали полицейским. Сотрудники МЧС вновь напоминают, купаться можно только в предназначенных для этого водоемах. Обязательно быть трезвым и надевать спасательные жилеты, если человек не умеет плавать. На этом у меня все. Помните, таким мир мы делаем сами. Увидимся с вами завтра в 19.30.